Всем привет! Сегодня мы вам расскажем о японском кроссовере, который с лету стал бестселлером. Итак, встречаем – Mazda CX-5. Mazda CX-5 обрела значительную популярность, несмотря на то, что у этого бренда кроссоверной истории нет совсем. Фанаты вспомнят пару полноприводных моделей в 21 веке, которые были созданы в сотрудничестве с компанией Ford. Среди них очень странная CX-7, которая понравилась далеко не всем фанатам. Mazda CX-5 выпускалась с 2011 по 2017 год. На фоне во всех смыслах старшей и более странной модели CX-7 этот автомобиль получился просто нормальным, комфортным и уютным. В общем, Mazda CX-5 бодро ворвалась на рынок и хорошо продавалась. Забегая вперед, скажем, что все, кто доверился Mazda CX-5, не ошибся. В основном этот кроссовер радовал японской надежностью. До 200 тысяч километров он нуждается, но практически во всех случаях только в плановых ТО. Но все равно у Mazda CX-5 есть свои маленькие секреты. И нам есть, что вам сегодня рассказать. Об этих секретах обязательно надо знать. Начнем с того, что до октября 2013 года по Mazda CX-5 вышло пару десятков сервисных предписаний, которые устраняли мелкие недостатки. Недостатки устраняли только тогда, когда владелец жаловался на какие-то неприятности. Такие сервисные компании устраняли скрипы спереди и сзади в салоне, меняли пыльники, порванные передних амортизаторов, также меняли промокшую камеру заднего вида, устраняли вибрацию капота, меняли мультимедийное головное устройство, а также перепрошивали ЭБУ для более уверенного запуска в мороз. В общем, идеальные Mazda CX-5 начали выпускаться с конца 2013 года. Если не поддаваться чарам кошачьих глаз этого японского кроссовера и внимательно осмотреть кузов, то можно увидеть немало сколов, особенно если автомобиль эксплуатировался по трассе. Слой краски у этой машины достаточно тонкий – 120 микрон, но это тенденция 2010-х годов. Зато сколы краски не ржавеют, а заводской окрас не склонен вспучиваться. Исключением может быть задняя дверь. Ее нижний край частенько покрывается рыжиками, но наша машина с минимальным количеством скола и кромкой задней двери. В редких случаях коррозия может появиться вдоль стыков с бамперами, что спереди, что сзади, и вылезти из-под расширителей арок. Лобовое стекло слабенькое, и прилет небольшого щебня может привести к трещинам. Поэтому замена оригинального стекла на китайский аналог может быть более крепким и правильным решением. Почти у всех Mazda CX-5 двери, особенно водительская, начали распахиваться как калитки. А причина в том, что штатные фиксаторы, а именно их пластиковые зажимы, которые призваны контактировать с тягами, изнашиваются быстро. По мере износа фрикционных поверхностей башмаков они начинают касаться друг друга краями. Все это приводит к тому, что поверхности башмаков перестают касаться тяги. Какая-либо фиксация дверей пропадает напрочь. Это не самая дорогая проблема. Оригинальный фиксатор в переднюю дверь стоит 40 долларов, но есть ремкомплекты из более износостойких башмаков на две либо четыре двери. На многих Mazda CX-5 с автоматическим механизмом складывания зеркал этот самый механизм выходил из строя. Либо же он выходил из строя из-за попавшей в этот механизм грязи, либо лопнула шестерня в редукторе рядом с моторчиком. И в этом случае моторчик будет долго жужжать в холостую, пытаясь сложить зеркало. Проблема распространенная, поэтому Mazda начала продавать оригинальный ремкомплект – весь редуктор механизма складывания. Также в продаже есть еще неоригинальные шестерни. Такую шестерню надо напрессовать на вал, взамен шестерня, которая поломалась, либо же прокручивается. Также есть многошаговая инструкция по отключению сервопривода зеркал и есть вариант с установкой кнопки для отключения этой функции. Также дилеры еще меняли по гарантии вот эти неокрашенные, выцветшие опоры, то есть если они выцветали, а также меняли опоры, если зеркало вибрирует на скорости. У кроссовера CX5 также как и у шестерки второго поколения была проблема с раскачиванием кресла из-за износа втулок трапеции, регулирующей его по высоте. В общем, эти и другие проблемы с каркасом кресла были устранены по гарантии. Еще раз напомню, что многие мелочи, а также плюс-минус глюки мультимедийной системы были устранены в рамках гарантии до 2013 года и позже. Интерьер Mazda CX5 сделан качественно, но оплетка кожаная на руле изнашивается быстро в местах, которые часто контактируют с ладонями. В общем, эта проблема проявляется до пробега в 100 тысяч километров. На многих Mazda CX5 после 100 тысяч километров появилась проблема, то есть машина не видит включенного режима паркинга. В этом случае, естественно, появляется сообщение о том, что надо перевести машину в паркинг, а магнитола и вовсе не выключается. Как выяснилось, проблема кроется в резиновом нажимателе концевика селектора. Он расположен прямо в селекторе, левее от него под всеми обшивками. За полчаса по инструкции до него можно добраться, чтобы нарастить изношенный нажиматель. Нужно просто надеть на него и обмотать колпачок из металла. Бензиновые Mazda CX5 – это две практически идентичные четверки. Одна объемом 2 литра, вторая – 2,5 литра. У старшей есть еще балансированные валы, в остальном все сводится к рабочему объему. У этих двигателей алюминиевые блоки цилиндров, два фазовращателя, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы в приводе клапанов, непосредственный впрыск, а также высокая геометрическая степень сжатия вплоть до 14 к 1. Условно говоря, такие двигатели боятся детонаций, но ее отслеживает ЭБУ. Через катушки и свечи зажигания измеряют ионизацию в камере сгорания. Звучит страшно и дорого, но на самом деле эти двигатели очень надежные. Конечно, заправка с совсем плохим топливом может убить недешевые форсунки. Кроме этого бояться нечего. Да, стоит устанавливать только хорошие свечи и катушки зажигания. Оригинальное свеча зажигания стоит 30 долларов, оригинальная катушка – 200, но заменителей по 50 долларов предостаточно. На этих моторах была проблема с износом ремня навесного оборудования, но эту проблему решили по гарантии заменой натяжителя. Ну и при пробегах более 100 тысяч километров нужно внимательно следить за проступанием масла по клапанным крышкам, клапанам управления фазовращателями и датчику давления масла. Масло, кстати, для этих моторов не имеет фирменного допуска. Можно использовать масла вязкостью от 0W20 до 5W30 с определенным допуском. Очень редко кроссоверы Mazda встречаются с фирменным турбодизелем. У него алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы, естественно, есть. Нельзя сказать, что этот мотор плохой, но есть одна очень редкая болячка, на которую Mazda никак не отреагировала. То есть изнашивается ротор вакуумного насоса, после чего стружка задирает шейки коленвала. Ну и естественно при такой ситуации педаль тормоза тяжелеет. В Европе по этому поводу вызывали владельцев для профилактической замены масла и фильтра. Создается такое впечатление, что именно европейские интервалы замены масла убивали этот двигатель. Моторы SkyActiv D также страдали износом кулачков распредвалов, которые были неправильно закалены. А также винты, которые крепят форсунки, были затянуты с неправильным усилием на машинах 2013-2014 года. Это приводило к разбалтыванию форсунок, а это, в свою очередь, примешивало сажу из цилиндров в моторное масло. Закупоривались каналы, и от этого страдали все пары трения. В общем, если покупать дизельную Mazda, то только после 2014 года. Шестиступенчатый автомат для Mazda CX-5 был разработан компанией Aisin и был доступен для всех версий. После 100 тысяч километров эта трансмиссия могла порадовать гулом, который был вызван износом опорного подшипника. Кстати, этот подшипник подходит от тойотовского автомата U660. С 2013 года проблему решили перепрошивкой блока трансмиссии. Трансмиссия стала работать менее агрессивно, и это также решило проблему с износом обгонной муфты и барабана Low-High. Они страдали от вибраций, вызванных изношенным опорным подшипником. В целом эта трансмиссия до капремонта способна пройти 300 тысяч километров. Масло в ней надо менять почаще. Для этого подойдет фирменная АТФ типа FZ. Ее производят многие компании. Фильтр меняется после снятия поддона. В таком случае понадобится 5 литров для замены. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть не только очень качественные БУ-запчасти, но и абсолютно новые, а также масла и технические жидкости. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Mazda CX-5 оснащена очень интересной системой iStop. Она не только глушит двигатель во время остановок, но и запускает генератор, активирует его, когда машина движется накатом. Все это говорит о том, что обычный аккумулятор не справится с этими задачами, потому что система iStop готова разряжать его до 65%. Вообще, в первые годы выпуска Mazda CX-5 сходила с конвейера с обычными свинцовыми аккумуляторами, которые через два года не выдерживали такой нагрузки с приличной разрядкой. В 2012 году систему iStop перепрошили, а с 2013 начали устанавливать улучшенные аккумуляторы EFB – это улучшенные свинцовые, а также подойдет AGM. Для нормальной системы iStop без ошибок нужно, чтобы напряжение аккумулятора было более 12,4 В. При замене АКБ на новый это напряжение надо инициализировать. Это делается манипуляцией педалей газа, сцепления на нейтральной передачи при включенном зажигании. Если пришлось снять минусовую клемму с АКБ, то ее нужно одеть не ранее, чем через 5 минут, а затем надо проделать несложную инициализацию состояния батареи. Если этого не сделать, то система iStop работать не будет. Ее индикатор будет гореть желтым на приборной панели. Для подключения задней оси у Mazda CX-5 используется электромагнитная муфта. Эта муфта не обслуживаемая, никакого масла здесь нет. Обычно служит долго, но эта муфта может загудеть из-за износа подшипника. Так вот этот подшипник можно купить и без труда поменять отдельно. В осевые редукторы и в угловую передачу, так называемую раздатку, заправляется обычная минералка 80V90. Менять ее надо каждые 100 тысяч километров. Также раздатка может попроситься на замену ее уплотнений при возникновении течей масла. Рулевая рейка у Mazda CX-5 с электроусилителем и никаких проблем она не вызывает. Но если не следить за состоянием пыльников, в корпус рейки попадает влага и грязь, что приводит к ее ржавлению и износу. А сам механизм электроусилителя вообще никаких проблем не создает. Передняя подвеска типа Macpherson. Вот эти передние рычаги продаются по оригиналу в сборе по стоимости 190 долларов за штуку. Заменители в два-три раза дешевле. Обычно первым выходит из строя вот этот вот задний сайлентблок. Цена его по неоригиналу 20 долларов. Кстати, передний сайлентблок по оригиналу стоит 40 долларов. Ступичные подшипники примерно ходят 120 тысяч километров. Стоимость оригинального ступичного подшипника 130 долларов. Оригинальные стоки стабилизатора по 30 долларов выхаживают примерно 50 тысяч километров. В задней подвеске по четыре рычага на каждое колесо. Здесь слабоваты передние сайлентблоки продольных рычагов. Благо сам этот рычаг целиком стоит 90 долларов. Сайлентблок неоригинальный к нему стоит примерно 20-30 долларов. Единственные сайлентблоки, которые в этой задней подвеске предлагаются по оригиналу, это сайлентблоки вот этого продольного верхнего рычага. Стоимость 16 долларов. Сам такой рычаг стоит 120 долларов целиком. У дорестайлинговых машин была проблема с протиранием рубашки тросов ручника. Их и суппорты меняли по гарантии. Кстати, на дорестайлинговых машинах появился электроручник, и с ним другая проблема. Когда колодки изнашивались примерно на две трети, то электроручник неправильно их разводил, они располагались перекосом и терли от тормозной диск. Кстати, на рестайлинговых машинах тормозные суппорты тоже меняли по гарантии. Кстати, для замены задних тормозных колодок нужно активировать сервисный режим электроручника. Этот режим включается без каких-либо устройств и приборов. Всего лишь определенным образом нужно понажимать кнопку ручника, кнопку зажигания и педаль тормоза. Большинство владельцев считают Mazda CX-5 надежным и неприхотливым автомобилем. Еще раз напомним, что по предписаниям завода было убрано пару десятков недостатков и даже дефектов. Но ничего серьезного они из себя не представляли. В общем, при эксплуатации Mazda CX-5 обслуживайте ее адекватно и не допускайте заправку хреновым топливом, чтобы не угробить форсунки. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров. К ресурсу вашего автомобиля с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».